Телеканал 78 продолжает неклассное чтение. Лучшие лекторы Санкт-Петербурга приходят рассказывать самые новейшие знания, также собранные со всего мира. Сегодня у нас психоаналитик с нами Дмитрий Ольшанский, который действительно тема неизвестная не только нам, но и, мне кажется, самым лучшим. С зрителем тоже, да. Да, и зрителям в том числе. Как адаптировать реальность к человеку. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, друзья. Тема и мне-то самому тоже не до конца известна, потому что на материалах, опубликованных последние пять лет, в Америке и в Англии, конечно, я основываюсь на нейрофизиологах, поэтому об этом сегодня с вами и поговорим, о психоанализе, о том, как адаптировать реальность к человеку и о том, как наш мозг на все на это реагирует. Давайте с вами начнем вот с того, что обычно нам психологи говорят, что человек должен адаптироваться к реальности. И как нам говорят, не можешь поменять мир, поменяй свое отношение к нему. И таким образом психологи описывают взрослую личность, как способную идти на компромиссы, откладывать ожидания, терпеть и отказываться от своих желаний в пользу общественных интересов. И это называется альтруизмом. Это вот такая взрослая личность, в отличие от инфантильной личности, которая там вечно капризничает, настаивает на своем. Нам говорят, что взрослый человек должен уметь адаптироваться и от своих желаний отказываться. Очевидно, что эта уловка часто используется манипуляторами, когда народу предлагают потерпеть еще немного. Это вот о чем. С детства в садике нам говорят, кто умнее, тот уступит. Это почему? Значит, умный всегда должен проигрывать. И как это сейчас работает? Отменили пенсию тебе, но зато молодость продлится. Два месяца сидишь без денег, ну не в деньгах же счастье. Надо быть мудрее, надо быть умнее, на вещи надо смотреть шире. А что ты один можешь изменить? Надо принять мир таким, какой он есть. Это, дескать, так должна рассуждать взрослая личность. Вы же взрослые, поэтому надо затянуть пояса и отказаться от своих желаний. А всем известная фраза «денег нет, но вы держитесь» – это уже классика манипуляции. Во всех учебниках она уже фигурирует. И всюду мы видим вот эту психологическую уловку, что взрослый должен отказываться от того, что он хочет. И вам говорят, вы же взрослые, ну вот поэтому сиди и терпи дальше. Психоанализ занимает прямо противоположную позицию. Жак Лакан, французский психоаналитик, давайте на него посмотрим, говорит нам, что нужно адаптироваться… Не, человек должен адаптироваться к реальности, а реальность нужно адаптировать к человеку. И когда я это читаю, мне, конечно, в голову приходят слова другого классика. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Вот это то, чем занимается психоанализ. Мы заставляем мир прогнуться под человека. И взрослого от ребенка отличает как раз умение не размениваться и не отказывать своим желаниям, а настаивать на том, что ты хочешь. Не поддаваться на какие-то суррогатные компромиссы. Взрослый человек на компромиссы не идет. Ему не требуется всю жизнь ждать одобрения от большого другого, когда же тебе наконец разрешат, когда придет папочка и что-то за тебя сделает. Взрослый человек хочет, берет и делает, и несет ответственность за то, что он сделал. Вот это логика взрослого человека. А инфантил, наоборот, как раз постоянно приспосабливается, адаптируется, идет на компромиссы и ждет, пока взрослые установят для него правила игры. Он им будет подчиняться. Вот в этом фундаментальное различие психологии и психоанализа. Это диаметрально противоположные науки. И разный метод, и разная цель, разный объект у них. Ничего общего на сегодняшний день между психологией и психоанализом мы не видим. И вот я вам привел один из таких примеров. Психология стремится человека адаптировать к реальности, а психоанализ адаптирует реальность к человеку. Как это делать, мы с вами сегодня разберемся. Давайте стартуем вот с какого вопроса. А что такое вообще реальность? Как вы отличаете реальные вещи от нереальных? Реальность, то есть то, что происходит вокруг нас. Сейчас. Да, сейчас, чему есть подтвержденные какие-то факты. А в нашем чувственном мире это реальность или нереальность? Мы сейчас запутаемся. Я думаю, что да, это реальность. Ну, есть много вещей, которые мы не можем потрогать, но тем не менее это реально. А там, например, я люблю мою маму. Это реально или нереально? Реально, наверное. Да? Это невозможно проверить, удостоверить, поставить эксперимент с двойным слепым тестированием и контрольной группой, и проверить, сказал Альшанский правду или солгал. Это невозможно. Или сновидение, которое фрапирует меня до такой степени, что я потом много лет помню. Вот это реальное или нереальное? Или в книге погибает мой любимый герой. Я переживаю. Понятно, что это плод моих фантазий. Там автор создал какой-то образ, я в это вживаюсь, я какие-то свои чувства переношу на него. И это феномен трансфера так называемый. Я вживаюсь в него, и когда он гибнет, я теряю там тоже часть себя, я переживаю. Или в компьютерной игре я построил город, его можно увидеть, кстати, передать, подарить, разрушить. Это реальность или нереальность? Что-то на грани, мне кажется. Мне кажется, когда это переживание ты испытываешь сам, то это реальность уже. Вот, значит, ключевое слово переживание. Но мы не можем проверить, действительно ли человек переживает, или он обманывает нас насчет того, что он переживает. Ну, так и с депрессией. Человек говорит, что у него есть депрессия, но он не понимает, оказывается, у него и нет ее. Это, кстати, очень хорошая тема. В следующий раз о депрессии обязательно поговорим, особенно после коронавируса. И карантина, который был и не был одновременно. У нас карантин Шрёдингера, он есть и нет одновременно. И самое распространенное заболевание, конечно, депрессия. Обязательно поговорим про депрессию, которую невозможно диагностировать. Так вот, те примеры, которые я привел, это так называемая виртуальная реальность. И обратите внимание, что слово «реальность» тут использовано, не вымысел. То есть те факты, явления, предметы, которых нет в объективном мире, но тем не менее они существуют. И мы точно знаем, что они существуют. Потому что мы переживаем по их поводу, мы можем их подарить кому-то другому. Хотя это все нарисованные какие-то домики, может быть. И поэтому первый вывод, который делает Зигмунд Фройд, покажите нам книжку Зигмунда Фройда. Любая реальность – это реальность психическая. Поэтому противопоставлять субъективный мир и объективный мир совершенно бессмысленно. На этом мне обычно возражают. Ну как, вот любого человека кольни иголкой, ему обязательно будет больно. Это не так. И эксперименты с гипнозом, с которых начинал Зигмунд Фройд, нам как раз и демонстрируют, что человек может совершенно не испытывать боли под гипнозом, даже если его телу причиняется какой-то вред. Я сам однажды был свидетелем любопытного эпизода, когда во время выступления упала балерина, и потом она встала и дотанцевала свою партию еще 10 минут до конца. А давно, когда она вышла за кулисы, оказалось, что она ногу сломала в этот момент. То есть человек со сломанной ногой дотанцевал еще 10 минут. Это вот пример как раз того, что, казалось бы, болевой порог не должен позволять. Но человек до такой степени отдан своему делу, до такой степени вовлечен и душой отдается тому, что он делает. И есть противоположные примеры. Когда тоже под гипнозом человеку говорят, что эта монетка раскалена до бела, хотя она холодная, кладут ему на руку, и он получает ожог второй степени. Как такое может быть? В физическом мире этого быть не может. Но сила убеждения так велика, что человек все равно получает ожог. Да, кожные покровы начинают испытывать жжение. О чем это нам говорит? О том, что любая реальность – это продукт психики. И об этом же нам говорят нейрофизиологи, которые утверждают следующее, что мозг стремится создать непротиворечивую модель реальности и оптимизировать свое представление о чувственном восприятии, сводя к минимуму количество свободной энергии. Это, кому интересно, можете посмотреть. Карл Фринсон, A Free Energy Principle of the Brain, Journal of Physiology, 2006 год. Значит, три вещи нужно здесь подчеркнуть. Мозг работает с моделью реальности. Мы никогда не взаимодействуем с миром. У нас есть некая модель мира. И сейчас мы выясним, как она формируется. Она нам нужна, второе, для того, чтобы оптимизировать свое представление. Поэтому какие-то вещи, которые не попадают в наш шаблон, мы просто не видим. И в-третьих, для чего это все надо? Для того, чтобы свести к минимуму количество свободной энергии. То есть, фактически, в 2006 году нейрофизиология подтвердила описанный Фройдом принцип удовольствия. Это вот и есть принцип удовольствия. Согласно которому психический аппарат каждого из нас стремится к минимальному напряжению нагрузки. То есть, наша психика стремится к тому, чтобы не напрягаться. Ну, оно и логично. А дальше интересный такой логический вывод. Абсолютно минимальная нагрузка – это что такое? Когда наш психический аппарат абсолютно не нагружен ничем. Во сне, наверное. Это смерть. А, смерть. Когда мы не испытываем абсолютно никаких нагрузок. Ни наше тело, ни наше сознание, ни наше бессознательное. Полный ноль – это смерть. Поэтому Фройду ничего не остается, как сказать, что все влечения – это влечение к смерти. И удивительно, что сегодня на наших глазах нейрофизиология, исследуя мозг, подтверждает этот самый вывод. Еще раз подчеркну, свести к минимуму количество свободной энергии. Это 14 лет назад было сказано. Значит, наш мозг стремится к этому. И вот, опираясь на свои исследования, Карл Фринсон утверждает, что каждый мозг создает свою собственную модель мира. Ну, для психоаналитиков-то это не новость, конечно. Мы все понимаем, что у каждого какая-то своя психическая реальность. Но теперь еще и нейрофизиологи сказали нам то, что мы и так сто лет знали. Во-вторых, мы постоянно пытаемся оптимизировать ее. То есть она должна быть наиболее гибкой, наиболее оптимальной. Для этого мы используем новую информацию, поступающую от органов чувств. Таким образом, вовсе не чувства первичные. Вот если мы посмотрим на науку 17-18 века, позитивизм, нам говорили, что ребенок рождается, начинает исследовать мир, и на основе чувственного опыта он делает какие-то умозаключения. Он выясняет, что малина сладкая, яблоки кислые. И из этого какие-то выводы делает, что яблоками лучше кидаться, а малину лучше есть. А тут оказывается все наоборот. У нас есть модель мира, и мы используем чувственный опыт для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу картину мира. Мы видим только то, что вписывается в модель, созданную нашим мозгом, и подтверждает ее. Вот хочется продолжить все-таки разобраться, распутать этот клубок мыслей. Но уже понятно, что у каждого человека в голове свой мир. Это точно. Дальше будем разбираться после небольшой паузы. Лекции на 78-м продолжаются. И мы слушаем сегодня Дмитрия Ольшанского. И слушаем о том, как адаптировать реальность к человеку. Все-таки хочется рецепт услышать. Да, мы остановились на том, что реальность – это продукт нашей маленькой черепной коробочки, ничего больше. И простой пример заключается в том, что до 20-го века, например, мы нигде ни в литературе, ни в искусстве не видим никаких упоминаний неопознанных летающих объектов. И ничего похожего на НЛО, например, никогда не было. И только после того, как писатели-фантасты придумали это явление, выяснилось, что тут сотни случаев похищения, люди контактируют, люди разговаривают, масса свидетелей, которые видели НЛО. И каждую неделю мы видим подобные материалы. И одновременно с этим почему-то люди перестали видеть ангелов в столь массовом порядке, как это было в средние века. Там тоже каждую неделю приходил Архангел Гавриил, Архангел Михаил, Жанну Даркс, помните. И люди перестали получать откровения, например, на историю церкви. Посмотрите, последние сто лет такого не происходит. Разговаривают со святыми. Почему? Потому что они другие книжки читают. И в их жизненном мире совсем другие вымышленные персонажи теперь живут. И даже если вам вдруг явится какой-нибудь демон, то вы Вильзевула от Астарота вряд ли сможете отличить. Это точно. Чем отличаются Вильзевула и Астарота? Не скажу. Все едино. Вот, понимаете, что в лоб, что в полбу, все едино. Ну, очень просто. Вильзевула – это повелитель мух, а Астарот – это Воланда, звали так в рукописях Булгакова. До того, как он придумал имя Воланд. Поэтому оба персонажи литературные. Один Голдинг, второй Булгаков. Вот, все просто. Да. И вот Карл Фринсон говорит нам следующее. Императивы для передачи нейронных сообщений сформулированы с точки зрения обновления убеждений. А в оригинале вообще «belief updating» – обновлении верований. «Belief». То есть мы ищем информацию только для того, чтобы подтвердить и обновить наши убеждения, наши верования. А принципиально инородную информацию, которую мы никак объяснить не можем, мы просто не воспринимаем. И ключевое слово здесь, конечно, повторить убеждения. А мы знаем, что повторение – это одно из четырех основных понятий психоанализа. Давайте посмотрим на книжку Лакана, где он об этом говорит. Второй тезис психоанализа состоит в том, что реальность – это то, что повторяется. Если мы можем поддерживать постоянство объектов своего внутреннего мира при помощи фантазии, например, то это и есть реальность. Если в данный момент вы себе можете представить вашу маму, то это реальность. Если не можете, то нереальность. По этому поводу есть такой любопытный эксперимент, когда современным детям в первом классе зачитали отрывок из Пушкина и попросили нарисовать то, что они видят. То, как они себе это представляют. Представляют бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Даже я это сложно все представляю, чем облучок от кушака отличается. И, конечно же, большая часть этих понятий в жизненном мире не присутствует. И поэтому дети по созвучию начали ассоциировать и рисовать летающие звездолеты, облучение какое-то происходит, лазеры, и они взрывают сугробы. Это понятно. Это звездолеты, которые лазерами взрывают сугробы. Вот об этом Александр Сергеевич Пушкин, а не то, что вы себе подумали. Видимо, опрос проводили недавно. Это вот позапрошлый год. Я отлично понимаю, что 7-летний ребенок вряд ли знает, что такое кибитка. Потому что мы ими последние 150 лет как-то не очень пользуемся. Хотя, может быть, еще скоро придется вспомнить. Реальность – это то, что повторяется. Например, почему галлюцинации могут быть так травматичны для тех, кто их видит. Многие из тех, кто видели галлюцинации, испытывают шок и переживают коллапс психической структуры. Почему? Потому что галлюцинация – это как раз то, что ломает реальность. Она показывает то, что категорически никак не вписывается в нашу реальность, а как будто вторгается извне. И вот те люди, которые это переживали, они так и рассказывают, что как будто что-то вторглось. И Лакан говорит нам, что во время галлюцинации в психический аппарат возвращается то, что не было вытеснено. То, что не стало бессознательным и поэтому не стало фактом реальности. И поэтому это дыра в психическом мире человека. Следующий тезис Лакана – реальность – это символический конструкт. Я уже об этом упомянул. Мы воспринимаем лишь то, что символически вписано в наш жизненный мир. Например, антропологи нам приводят такие примеры, что если в языке аборигенов нет понятия «фиолетовый цвет», то когда им показывают фиолетовый, часть говорит, что это красный, а часть говорит, что это синий. Они не видят фиолетового цвета. Для кого-то это красный, для кого-то это синий. Хотя, казалось бы, палочки и колбочки у всех там одинаково расположены. Но нет рамочки для восприятия, нет априорной формы чувственности, поэтому подобные примеры возникают. Или посмотрите, давайте посмотрим, с каким ужасом первобытные люди первый раз видят зеркало. Вот у нас есть видеофрагмент об этом, как первобытным людям показывают зеркало первый раз. Вот, то есть он закрывает листочком зеркало, да, почему? Потому что кто-то на него оттуда смотрит. Вот именно так устроена галлюцинация. Это не я ее вижу, это она на меня смотрит. И вот это человека разваливает, да, в конечном счете. Почему он так реагирует? Потому что это разрывает его жизненный мир. В его мировоззрении не существует понятия удвоения. Копия, отражение, да, это мы живем в цифровую эпоху, когда все фейк, да, все копия чего-то и все суррогат, да. В их жизненном мире такого нет. Удвоение невозможно. Поэтому это разрывает шаблон. На месте антропологов я бы, конечно, такие штуки не показывал, потому что в их обществе шизофрении нет, а сейчас она может возникнуть. На материале толкования сновидений Фройд приводит нам массу примеров того, что наша психическая реальность и есть сновидение. И сновидения имеют к реальности намного большее отношение, чем бодрствование. Например, почему мы просыпаемся во время кошмара? Потому что наше бессознательное подводит нас к чему-то такому, что психика не может выдержать. Чему-то настолько разрушительному, поэтому, чтобы не допускать катастрофу, мы предпринимаем бегство. И Фройд говорит, мы бежим из кошмара. Бегство из нашей истинной реальности, от наших истинных желаний в мир иллюзий, где нам нужно ходить на работу, нужно зарабатывать деньги, строить отношения, брать ипотеку, сидеть на родительских собраниях. То есть то, что к вашей душе никакого отношения не имеет. Это как раз мир иллюзий. И то, что касается толкования сновидений, стоит здесь назвать двух авторов. Теперь одна из моих настольных книжек – это Джим Хопкинс про нейрофизиологию сновидений. А вторая – Алан Хобсон. О виртуальной реальности. Все, кому эта тема интересна про виртуальную реальность, вот обращайтесь. Он пишет следующее. Ссылаясь на исследование того, что в последнем триместре беременности младенцы проводят большую часть своего времени во сне, можно выдвинуть гипотезу о том, что мозг генетически наделен генератором врожденной виртуальной реальности, работа которого наиболее отчетливо проявляется в сновидениях. Таким образом, мы рождаемся, уже рождаемся с моделью виртуальной реальности, которая впоследствии станет причиной чувственного опыта. Поэтому противопоставлять объективную реальность и виртуальную реальность не имеет никакого смысла. Мы уже рождаемся с некой моделью виртуальной реальности на последнем триместре беременности. И он приводит примеры того, как меняется лицо ребенка, когда он находится в утробе, как он пугается, когда он слышит крик, и как он радуется, когда он слышит смех. То есть эмпатия возникает уже на последнем триместре беременности. И он таким образом формирует в себе виртуальную реальность. Но он же никакой мамы еще не видел. Он же еще не знает, что такое радость, что такое печаль, что такое горе, что такое эйфория. Это его виртуальный мир. И когда мы рождаемся в этот свет, мы находим только подтверждение того, что мы уже имеем в нашей виртуальной реальности. Мы уже рождаемся с неким психическим аппаратом, и весь чувственный опыт служит нам лишь для подтверждения или коррекции этого опыта. Поскольку реальность создается повторением, то если вы хотите поменять реальность, нужно что делать? Не повторять. Если вы хотите создать новую реальность, нужно повторять какие-то новые элементы. И таким образом сформируются новые нейронные связи. И вот, отвечая на вопрос, поставленный в самом названии лекции, как реальность адаптировать к человеку, психоанализ предлагает несколько техник. В клинической практике мы постоянно с ними сталкиваемся. И каждый день ко мне приходят 8-10 человек, с которыми мы реальность каждый день и меняем. Техника интерпретации или техника аналитического акта, которые как раз и служат этой цели. Сделать реальность подходящей для субъекта желания. Вашу реальность нужно адаптировать к вашим желаниям. Поэтому последний, самый главный тезис, который я хотел бы озвучить. Интерпретация – это пересборка реальности. Вот таким образом можно поменять нейронные сети и жить совершенно в другой реальности. А клинический пример давайте после рекламы. Ну что же, мы уходим на небольшую паузу. Мне очень понравилось получить новую информацию, что все-таки кредиты, ипотека – это фантазия. После небольшой паузы продолжим. Третий урок нас ждет. Дмитрий Ольшанский продолжает нас просвещать. И гипнотизировать, хотела сказать я. И в том числе, да. Ну что же, третий урок и познание реальности человека. Да, мы остановились на клиническом примере. Давайте возьмем, скажем, невроз навязчивости, такую классику психоанализа. Причину обсессивно-компульсивного расстройства психоанализ видит в том, что некое означающее ассоциативным путем связывает множество представлений и аффектов, которые за ним изначально не стояли. Давай сначала объясним. А я сейчас пример приведу, да. В результате такой психической перегрузки возникает обсессия, которую пациент пытается разрядить путем навязчивого компульсивного ритуала. И таким образом, надеясь, распределить энергию и снять напряжение очага раздражения. Вспомните, скажем, клинический случай Зигмунда Фройда Роттенман, человек-крыса, на русский переводится, 1909 год. То есть это больше ста лет назад. Пациент страдает от того, что не может заниматься сексом, потому что опасается, что его отец от этого умрет. И каково же было удивление аналитика, когда он узнает, что на самом деле папа давно умер. И папы вообще в живых нет. А пациент до сих пор не может себе завести девушку, потому что он боится, что папа умрет. И он отлично знает, что папа умер, и он не сумасшедший. Это обсессивно-компульсивное расстройство. При этом, в скобочках, скажем, что он военный. Теперь многое становится понятно. Но есть и бытовые расстройства, как чистота стерильная дома и постоянная уборка. Это компульсия. Когда ты начинаешь при помощи постоянного наведения чистоты что-то разрядить, у тебя есть обсессия. Мыть руки по 60 раз в день. А после падения Советского Союза, это такой пик был этих мойщиков рук, которые пытались в самом прямом смысле умыть руки от того, что происходит. И что нам с этим делать? Человек боится заводить отношения с женщинами, потому что отец умрет. Понятно, что это совершенно никак не связанные вещи. И это наслоение двух разных тем. Как строить анализ с этим человеком? Нужно как-то разделить эти представления, которые связались воедино. Как это сделать? Просто переубедить его, сказать, да, господи, don't worry, be happy, не парься. Что это, все разные вещи. Попытаться как-то заставить его осознать, что это бред. Так он и сам знает, что это бред. Еще раз повторю, человек не сумасшедший. Реальность он тестирует отлично. И он понимает, что это бред. Большая часть невротиков навязчивости отлично понимает, что то, что они говорят, их навязчивые мысли бредовые. Переубедить, осознать. Вот здесь опять же в скобочках скажем, что психологическая техника осознай свои проблемы и избавься от них. Она не работает. Он отлично все осознает. А так ничего не получится. Что делает Фройд? Он внимательно начинает отслеживать и замечает, что совершенно разные явления пациент называет похожими словами. И даже находит вот это слово, корень слова «рат». Поэтому случай так и называется «ратенман». Которая захватывает самые различные области представлений и появляется в самых разных сферах жизни, вызывает страх у пациента и парализует любые начинания. Например, карточные долги. «Шпиль ратен», «женитьба», «хай ратен», «совет», «рат», «крыса», «ратен». И вот всюду повторяется вот это. И поэтому к этому цепляются карточные долги, которые он отдать не может. К этому цепляется «женитьба», на которую он никак решиться не может. А там совет от старших он не может получить. Страх крыс и все такое. Вот это и есть эпицентр навязчивости, означающий «рат», который соединяет воедино клубок разных представлений и аффектов. И при помощи интерпретации психоаналитик разделяет представления от аффектов. И таким образом снимает нагрузку внутри психического аппарата. Создает равномерное распределение энергии. Именно так работает психоаналитическая интерпретация и в случае неврозонавязчивости, и в случае истерии, и в случае фобий. Да, если у нас как-нибудь речь зайдет, я вам про фобии расскажу, которые также лечатся. Позднее Лакан назовет этот метод клиникой означающего. Нужно найти то означающее, которое все связывает, и дать ему интерпретацию. И, конечно, простое устранение симптома не является нашей целью. А чаще всего это не финиш, а старт. И психоанализ начинается с того, что мы прорабатываем симптом, а дальше уже можно анализировать психику. Но, тем не менее, подобные примеры существуют, когда при помощи интерпретации можно легко симптом вылечить. И современная нейрофизиология нам говорит как раз о том же. Она связывает обсессивно-компульсивное расстройство с нарушением того, что процесс передачи информации между нейронами регулируется, в частности, обратным захватом нейротрансмиттеров в нейроны. И нейротрансмиттер частично возвращается в испускающий нейрон, где ликвидируется моноаминокистазой, что и контролирует уровень выработки его в синапсе. И предполагается, что у больных ОКР происходит повышенный обратный захват серотонина, как при шизофрении, кстати, скажем. И импульс не доходит до следующего нейрона. Я понимаю, что я сейчас такую сложную штуку сказал. Давайте на последний фрагмент обратим внимание. И импульс не доходит до следующего нейрона. То есть информация возвращается назад, и человек начинает циклиться на чем-то одном. Импульс не доходит до следующего нейрона. Это же то же самое, о чем Зигмунд Фройд говорит. Он описывает нечто похожее, говоря о том, что концентрация удовольствия при навязчивости препятствует дальнейшему движению и вызывает застой либидо. Или, говоря словами Лакана, наслаждение прерывает метонимию означающих. Вот слово «рад» до такой степени перегружено аффектами, страстями и эмоциями, что оно препятствует дальнейшему движению либидо. Человек не может диалектизировать и совершить никакой поступок. И импульс не доходит до следующего нейрона. В общем, они говорят об одном и том же. Ценно, что сто лет спустя нейрофизиология подтвердила то, что Зигмунд Фройд говорил в 1909 году. Пациент не может вернуть долг. Почему? Потому что обратно возвращается информация. Не доходит до момента вернуть долг. Потому что это ассоциативно связано с чем? Со страхом гомосексуальности и с ценой, с пыткой крысами. Я не буду вам ее рассказывать, которую пациент себе фантазирует. И это до такой степени нагружено лебединально, что он не может вернуть карточный долг. И поэтому постоянно откладывает свое действие. Ну а если вы когда-нибудь дедлайны по диплому задерживали или по курсовым, то вы тоже знаете, что такое откладывание действия и почему импульс возвращается обратно, и вы никак не можете совершить простое элементарное действие на 2-3 кнопочки нажать. Ровно так же этот пациент бесконечно откладывает свадьбу, хайратен, и не доводит начатое до конца, словно боится завершения. Нейрофизиология описывает это явление, как импульс не доходит до следующего нейрона. А психоанализ говорит нам, аффект прерывает цепочку означающих. И вот я вам показал, что задача интерпретации заключается в том, чтобы восстановить эту цепочку таким образом, чтобы позволить сформироваться новой нейронной связи и позволить завершить действие. И вот сегодня нейрофизиологические исследования как раз подтверждают эффективность такого метода. Поэтому научность психоанализа теперь доказана и нейрофизиологами. Вот я рад, что я успел вам все рассказать. С удовольствием отвечу на вопрос. Ну что же, вопросов возникает очень много. Да, однозначно. И я так понимаю, что за одну лекцию эту тему полностью изучить невозможно. Приглашайте еще. Хорошо. И мы практически анонсировали, что скоро у нас предвидится лекция о депрессии. Каким образом мы диагностируем сами у себя депрессию и в том числе применяем методику домашнего лечения. Что не очень хорошо. А сегодня с нами был Дмитрий Ольшанский, психоаналитик. Мы говорим вам большое спасибо за лекцию. И повторяем, что мы видимся с вами практически каждый день на лекциях. Смотрите их и узнавайте что-то новое.